Спасатели предупреждают. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям прошел круглый стол с предпринимателями Петропавловска. На встречу пригласили бизнесменов, в чьих увеселительных заведениях проходят новогодние утренники, корпоративы и дискотеки. Специалисты рассказали о статистике чрезвычайных происшествий за последние годы и мерах безопасности. Материал нашего корреспондента. Спасатели, как и все службы оперативного реагирования, в праздничные дни работают в усиленном режиме. Акцент делают на профилактику. Сегодня на встречу пригласили бизнесменов, владельцев ресторанов, кафе и ночных клубов. Согласно статистике, в новогодние дни количество чрезвычайных происшествий увеличивается. Жертвами, как правило, становятся взрослые, злоупотребляющие алкоголем. Рекомендую жителям города и владельцам объектов, на которых планируется проведение праздников, соблюдать правила пожарной безопасности, а именно освободить эвакуационные пути и выходы от различных загромождений, в первую очередь привести в порядок и в работоспособное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, установок пожаротушения, а также первичных средств пожаротушения. Что касается данных по области, то за последние три года с 25 декабря по 7 января произошло 120 пожаров. Погибли 16 человек. Кроме возгораний, опасность представляют и развлечения. Здесь спасатели говорят о приобретении и использовании петард, салютов и бомбочек. Традиционно в эти дни чайсники и полицейские проводят рейды. На сегодня они уже конфисковали 524 единицы пиротехнических изделий. Продавцов привлекли к административной ответственности. В составе графики комиссионных обследований объектов с массовым пребыванием людей, допустим, порядка 30 новогодних елок установлено уже по области. Все эти объекты обследованы, всем руководителям данных объектов даны рекомендации по установке, по проведению новогодних мероприятий и так далее. У нас созданы оперативные группы, которые в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации оперативно будут выезжать на пожары. Спасатели рекомендуют быть внимательными и жителям жилого сектора, в особенности, где имеется печное отопление. Здесь только за этот год зарегистрировано 585 пожаров. Причины остаются прежними. В первую очередь, это неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова